Итак, дорогие друзья, сегодня мы с вами поговорим о том, какие ошибочки вы делаете, когда снимаете мерки. Потому что зачастую весь наш неуспех происходит именно на этом этапе. Не тогда, когда вы начинаете все это аккуратненько строить, точно применяя все мои советы и инструкции, а именно, когда вы снимаете мерки. И в этот момент нужно быть особенно внимательными. И для того, чтобы ошибочек у вас не было, я приготовила для вас 6 каких-то закономерностей, 6 правил, которые бы вам помогли снять, не допустить ошибки и выполнить эти измерения действительно верно. Когда я выполняю измерения фигурки, я всегда мысленно сравниваю ее со стандартными. И о том, что я думаю в этот момент, и что вы должны думать в этот момент, я хочу сегодня вам рассказать. Итак, первая закономерность. Вы можете обратить внимание на то, что если ваш полуобхват груди больше, чем полуобхват талии на 10 сантиметров, значит, вы имеете дело с фигуркой достаточно пропорциональной. Значит, вам можно в области линии талии делать какие-то поясочки, горизонтальные акценты. То есть талия у вас есть, и все у вас на самом деле хорошо. Но если разница не в 10 сантиметров, а значительно меньше, значит, талия достаточно широкая, и горизонтальные акценты нам тут не подходят. В то же время, если талия будет меньше, чем полуобхват груди на 12 сантиметров, на 13 сантиметров, то есть больше, чем 10, значит, талия очень тоненькая. Значит, это наше достоинство, которое надо показывать, которым надо гордиться, и все у нас будет на самом деле хорошо. Поясочки, яркие пятнышки в этом месте, все это будет нам работать на плюс, на улучшение нашего внешнего вида. И вторая закономерность в этом же. Когда мы измеряем полуобхват бедер, то он должен быть обязательно побольше, чем полуобхват груди, примерно на 4 сантиметра. Вот эти 10 и 4 – это характеристики условно-типовой фигурки. По таким мерочкам раньше шили одежду во времена Советского Союза, когда были условно-типовые фигуры, таблицы и прочее, прочее. Так вот, если у вас такая же разница, то ваша фигурка очень плюс-минус 1 сантиметр, конечно, то ваша фигурка очень приближена к стандартной. Если у вас разница не такая, разберем пример, например, 50 у вас полуобхват груди и столько же у вас полуобхват бедер, значит, эта фигурка будет верхнего типа. Бедер не достает относительно груди. Значит, ее фигурка называется еще перевернутым треугольничком. И какие юбочки ей подойдут, конечно, все зауженное к низу. И если у вас разница больше 4 сантиметров, скажем, 6-7 сантиметров, то есть фигурка будет нижнего типа, и ей подойдут юбочки в форме трапеции. Отсюда делаем вывод. При выборе формы одежды мы никогда не спорим с контурами женского тела. Только когда у вас возникает вот такая гармония, у вас все становится хорошо. А самое главное, когда мы создаем с вами одежду, это не то количество бантиков, которое мы на нее посадим, а та форма, которая безупречно, идеально подходит нашему телу, скрывает какие-то наши небольшие недостаточки и подчеркивает наши достоинства. Вторая закономерность или второе правило звучит так. Ширина груди первая, которая измеряется между верхними уголочками подмышечных впадин со стороны полочки над грудью, она должна быть всегда меньше, чем ширина спины, которая измеряется, соответственно, между верхними уголочками подмышечных впадин со стороны спинки. Это будет норма для обычной нормальной стандартной фигурки. И именно это вы должны всегда зачастую находить во время снятия ваших мерочек. Но очень часто бывает так, что когда вы измеряете, вы этого не обнаруживаете. Например, ширина груди первая у вас 18, и ширина груди и ширина спины у вас получается 17, то есть меньше. Вот такое измерение появляется тогда, когда ваш человек, с которого вы снимаете мерки, отодвинул плечики назад. То есть распрямился, спинку распрямил, плечики назад отодвинул, и тогда ширина спинки становится меньше. Это неестественная для него осанка. Поэтому для того, чтобы не испортить вашу вещь, для того, чтобы не сделать спинку узкой очень, нужно эту ошибку исправлять. Когда вы просите человека расслабиться, поднять плечики, опустить плечики, сделать вдох-выдох, зачастую вы видите, что осанка меняется, и мерка ширина груди первая становится меньше, чем ширина спины. Но в другой части истории и этого не происходит. Как бы вы ни старались исправить эту ошибку, но она не исправляется. Это говорит о том, что ваша фигурка называется перегибистой. Что для вашей фигурки вот такое положение вещей является естественным. И поэтому мы должны строить выкройку на эту фигурку и учитывать, что она у нас перегибистая. И ничего в этом случае вам менять не нужно. Третье правило. Ширина груди вторая, которая измеряется между вертикалями, опущенными из верхних уголочков подмышечных падин спереди, она всегда должна быть больше, чем ширина спины. Другого здесь не дано. Но в жизни бывает всякое. Если, например, у вас на спине спинка сутулая, и круглые лопатки, и круглая при этом, то ее величина будет достаточно большой. А в то же время грудь у вас небольшая, маленькая, прямо так скажем. И получается, что грудка меньше, чем спина. Если построить выкройку и шить изделие на такую фигурку, этот, я не побоюсь этого слова, дефект, будет заметен всем. Поэтому я такого не допускаю. Я всегда немножечко увеличу мерочку ширина груди вторая, для того, чтобы она хотя бы на полсантиметра была побольше, чем ширина спины. Как правило, это происходит не очень часто. Достаточно 5 миллиметров, полсантиметра, для того, чтобы это условие выполнялось. Поэтому не бойтесь вот это все делать. Если вы с такой ситуацией в жизни столкнулись, нужно предложить нашему клиенту, чтобы бюстгалтер одел с пушапом, или вы с себя снимаете всякую ответственность. Увеличивая капельку ШГ2, это в жизни у меня бывало 0,5, 1,5 сантиметра иногда, вы просто улучшаете характеристики этой фигурки. Ваша задача – создать хорошую форму, чтобы в ней вот этот недостаточек не был заметен, не бросался, по крайней мере, в глаза. А если этого не сделать, то об этом узнают все. Вот поэтому я стараюсь выполнять вот такие вот вещи. То есть как бы немножко подравнивать свои мерочки под условно-типовые. Итак, четвертое правило. Четвертое правило гласит о том, что длина до талии по спинке, которая измеряется от высшей точки плеча вдоль позвоночника, приблизительно должна быть такой же, как высота плеча косая. Мерочка, которая измеряется от конечной точки плеча до точки пересечения линии талии с позвоночником, плюс-минус 1 сантиметр. Например, если у вас ДТС равно 43, то в ЭПК вы тоже ожидаете увидеть 43 или 42 или 44, и это будет нормально. Если вы увидите при ДТС 43, в ЭПК увидите 40 на 3 сантиметра меньше, это говорит о том, что ваша фигурка имеет очень покатые плечи. В этот момент вы бросаете глазки на фигурку и смотрите, действительно ли у него покатые плечи. Если это так, то вы увидите это обязательно воочию. Визуально это будет заметно. Но чаще всего бывает не так, а бывают обыкновенные нормальные плечики. Просто ваш плечевой шовчик, с помощью которого вы снимаете мерочки, он у вас сместился с серединки плеча и убежал куда-то на спинку. Из-за этого мерочка высота плеча косая стала казаться меньше. То есть это бывает, как правило, ошибка. Ну, а если ошибки нет, и вы реально видите плечики покатые, тогда просто-напросто старайтесь тоже немножечко увеличить эту косую мерочку до того, чтобы приблизить ее к условно-типовому значению. Это только облегчит вам задачу. Это построит вашу выкройку получше, чем если бы вы строили. Потому что строить выкройку на покатые плечи бывает очень-очень трудно. Там получается тупой уголочек, и это нам не нравится. Мы его стараемся спрямить, используя подплечники, например. Или какие-то достаточно плотненькие ткани. Еще одно правило. Пятое правило или пятая закономерность. Обращайте внимание на то, что когда вы снимаете мерочку высота груди, она меряется со стороны полочки от высшей точки плечевого шва до самой выступающей точки грудной железы, точки С в наших чертежах. Вот эта мерка, прямая мерочка, она должна быть всегда побольше, чем мерка высота плеча, косая переда, которая меряется из конечной точки плеча до точки С, до выступающей точки грудной железы. И величина этой разницы у вас должна быть 2-3 сантиметра. Обратите внимание, всегда очень неправы те, кто не замечает этого правила и записывает их одинаковыми, например, 27-27. А потом удивляется, почему у него чертеж не получился. Потому что в точке П1, в конечной точке плеча, у вас никогда не будет получаться прямой уголочек, а будет получаться острый. И красивая проймочка при этом не получится. Но ошибка ваша была не в чертеже, а ошибка ваша бывает в снятии мерочек. Вот и все, что касается этого правила. Еще разочек. Высота груди, мерка должна быть больше, чем высота плеча, косая переда, на 2-3 сантиметра. Если у вас разница больше 4 сантиметра, то подравнивайте ее до 3. Если видите 0 сантиметра, значит у вас неправильное размещение плечевого шовчика на вашем приспособлении. Поправьте его и переснимите мерочку. И, наконец, мы подошли к шестому правилу, самому важному, который вам нужно заметить, выучить, понять и всегда его применять на практике. Речь пойдет сейчас об осанке фигуры. Вы знаете, что если от длины до талии по переду отнять длину до талии по спинке, посмотрите на мерочек, на картинках они показаны, то эта разница называется балансом. Так вот, баланс фигуры, его значение характерисует у нас осанку фигуры, которая, в свою очередь, бывает нормальной, бывает перегибистой и бывает сутулой. Так вот, какие значения у нас будут в этом случае нашего баланса, мы сейчас с вами аккуратненько и разберем. Это и будет шестое правило или шестая закономерность в снятии наших измерений. Итак, если разница между ДТП и ДТС равна от 1 до 3 сантиметров, то осанка фигуры будет условно-типовая или обычная. Ну, это касается, эти значения приведены для маленьких и средних размеров. Когда размер у нас большой, полнотная группа, то нормально для полнотной группы будет и 4 сантиметра тоже. Вот это надо понимать, и это надо помнить, и это надо учитывать. Если же ваш баланс, разница между ДТП и ДТС будет больше 4 сантиметров, то осанка фигуры будет называться перегибистой. За счет чего получается перегибистая осанка? Конечно, в первую очередь, это хорошо развиты грудные железы. Но перегибистая осанка бывает и у девочек, у которых совсем плохо развиты грудные железы. Например, гимнастки на подиуме. У них настолько опрокинутая назад спинка, настолько вот ровно они держат свой корпус, профессионально, что за счет вот этого изгиба корпуса у них осанка появляется перегибистая, у них появляется большая разница между ДТП и ДТС. И на грудную выточку, несмотря на то, что у них нет каких-то выразительных, большой вот такой вот грудных желез, таких нет, приходится увеличивать для того, чтобы мы имели с вами возможность нарисовать правильную красивую пройму. В противном случае она просто у нас не получится. У нас будет передняя половинка проймы длиннее задней половинки проймы и никого это не устроит. А на примерочке вы будете дополнительную выточку в пройме вводить, потому что там окажется слабина со стороны полочки. Если ваш баланс окажется меньше одного сантиметра, то такая осанка будет считаться сутулой. И сутулую фигурку мы немножечко улучшаем за счет того, что мерочку ДТП слегка увеличиваем. Например, если у вас ДТП получилось 40 сантиметров, а ДТС у вас получилось 41 сантиметр, ДТП отнять ДТС получится 40 отнять 41, значение баланса минус 1. Из математики вспоминаем, да? Это очень плохо. У нас не получится на грудной выточке. Она будет очень маленькая, потому что у сутулой фигурки, чтобы нарисовалась правильная гармоничная проймочка с прямыми уголочками, чтобы туда спокойно вошел рукав, безо всяких проблем, мы должны будем поднимать точку П1. Нам нужно будет эту выточку уменьшать. И чтобы это все нивелировать, немножечко сгладить, улучшить характеристики нашей фигурки, я всегда к ДТП прибавляю 0,5-1,5 сантиметра. Это, собственно говоря, ничего плохого для фигурки не делает, потому что 1,5 сантиметра растворятся на теле, и вы их никогда не увидите и не почувствуете. А выкройка ваша уже нарисуется более качественной. Она будет приближена к стандартным характеристикам. У вас появится какой-то, какой-не на есть раствор на грудной выточке, и это сработает нам только на пользу. Итак, мы закончили с вами разбор тех правил, тех закономерностей, которые живут в любой, в любой фигурке. И они абсолютно не зависят от вашего размера. Это может быть сороковой размер, сорок четвертый, пятидесятый или шестьдесят четвертый. Неважно, какой у вас размер, неважно, какой полнотной группе вы относитесь. Вот эти шесть правил нужно знать, учитывать, помнить в тот момент, когда вы снимаете свои мерочки. Вы делаете анализ фигуры. Помните, что вы должны разделить их пополам, первые семь мерочек, и анализировать уже в таком виде, чтобы не допускать каких-то очень-очень грубых ошибок. Если вы прогоните свои мерочки через череду вот этих вот шести правил, через вот эти вот шесть условий, то вы спокойно можете после этого приступать к построению вашей базовой конструкции. Если вы не прошли проверку, если вы не выполнили вот этого анализа фигурки, не прогнали свои мерочки через эти шесть условий, или они у вас по каким-то причинам не соответствуют, значит, никогда не приступайте к построению базовой конструкции, потому что, скорее всего, она у вас просто не получится. Не получится и не удастся вам нарисовать правильную красивую пройму. Вы будете огорчаться, вы будете думать, что где-то у вас ошибка, а ошибки у вас никаких нет. Ошибки только в снятии мерочек. Будьте, пожалуйста, предельно внимательны. С мерочки снимайте очень вдумчиво, не спеша, хорошо. Исправляйте сразу в момент снятия мерочек, перемеряйте своего человека и работайте добротно и качественно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всегда ваша Галина Коломейко.